Черногория это не только море, пляжи и пальмы. В этой маленькой стране есть все 4 сезона и самая настоящая зима со снегом. Поэтому с 15 ноября по 1 апреля всем автомобилистам нужно переобувать машину. Но кроме зимней резины, важно еще иметь в багажнике цепи на ваш диаметр колес. Конечно, применять их стоит только на заснеженных участках дорог. Но есть и исключения из правил. Если вы все время живете на море или подгорице и не собираетесь подниматься в горы, тогда можете ездить на летней резине. Зная, как наши люди любят пренебрегать правилами, предупреждаю, что за неиспользование или отсутствие зимней резины и цепей предусмотрен штраф от 80 до 300 евро. Перед Старым Новым Годом выпал первый приличный снег в Жаблике и мы тут же с друзьями отправились в зимнюю сказку. Об этом будет отдельный ролик. И в один из дней мы решили проверить, сколько же выпало снега на горном перевале Седло, где обычно не проехать до июня месяца. И хоть снежный покров был небольшой в этот день, но наш джип с четырьмя ведущими колесами стал буксовать. И тогда мы решили надеть цепи. Ну что, вот мы первый раз и застряли в снегу. Первый опыт жизни Андрея и Алексея будут ставить цепи. Слушай, прикольные и красивые такие. Да, можно наши игришки. У них неплохо получается. С первого раза? Да. Вообще без инструкции. Давай их отдадим в автосервис на подработки. Решили наехать на цепи, чтобы можно было их потом застегнуть. Ну а я пока вам в город. Красиво у нас тут. Кто-то называет это место длинной тишины. Есть. Есть? Ура! Не сложно, кстати. Не сложно? Посмотрим, что у нас за коробочка. 35 евро. Тут просто две цепи. Решили бы отстать на два колеса. Вот таких два стола. С лавочками стоят. Ждем мальчишек. Идут вон. Оставили машину. А в этом домике очень любим бывать летом и осенью. Тут очень вкусные ликеры. Вон такой чай травяной, кофе варят. Внизу, кстати, озеро. Ну что, мальчики, расскажите, как оно было ставить цепи? Какие выводы сделали? Ставить цепи легко. Нету вот этого геморроя там наезжает. На них мы все-таки не танк. Мы просто можем поставить машину, продеть цепь. Как ремень застегнуть? Мы же двумя способами решили поставить. Первый способ. Мы просто наехали. Знаете, там есть классическая раскладка. Это когда вы просто стелите цепи и наезжаете колесо. И потом застегиваете. И, как оказалось, это очень, блин, долго. Намного быстрее просто руками продеть сзади колеса этот замок, застегнуть и спереди застегнуть. Вообще занимает, наверное, минуты две. Максимум три на одно колесо. Едем уже домой. Встречаем две машины с китайскими туристами. Только что с ними обедали вместе в ресторане. Машины у них не 4х4. И они скользят. Вообще не могут по этому льду проехать. И нам дорогу заслонили. И сами встали. Замечу, что в горных регионах Черногории снегоуборочные машины работают в ежедневном режиме. Поэтому к Черному озеру вы доедете без проблем. Но к другим природным красотам, горным озерам и деревням, где зимой практически нет людей, снег никто не чистит. Вот здесь вам и понадобится джип 4х4 с зимней резиной и цепями. И напоследок дам совет. Не стоит повторять наш опыт и ездить на горные перевалы зимой. Это может быть небезопасно. Подождите май или июнь, пока снег растает самостоятельно. Ну и о состоянии дорог в Черногории, о ремонте, о снежных завалах, о требованиях и законах. Вы можете всегда узнать информацию на сайте АвтомотоЦГ. Оставлю ее в описании. Всем желаю приятных и, главное, безопасных путешествий по зимней Черногории. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok